итак на улице у нас откровенный минус я не знаю что у меня за дизель залить я не помню очень давно заливал минус 13 аккумулятор вроде хороший сейчас сразу включим секретное меню так температура мотора минус 11 минус 14 батарея показывает вообще 1223 он насос выключился 18 ну пробуем так нет хорошо за первым разом нет давай за вторым попробуем есть за вторым разом завелись отлично вот заряд аккумулятора пошел видно аккумулятор сел аж блин под 15 конечно ну ничего сейчас тогда да вот такие дела у нас как видите минус 14 даже не знаю как это снимать солнце слепит минус 14 сейчас прогреемся прогреем хорошо машину только тогда поедем но хорошо что завелась со второго раза хорошо что со второго раза я переживал потому что аккумулятор у меня стоит то ли 770 ампер часов то ли 77 77 ампер часов стоит аккумулятор здесь все ставят сотку на этот мотор я из-за этого переживал и из-за того что аккумулятор я уже подзаряжал несколько два два три раза да и проблем с генератором было без без аккумулятора по сути ездил без 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 подзарядки аккумулятора но ничего сейчас вот видите все хорошо со второго раза завелась из-за дизель переживал я не помню когда я заправил заправился по сей день раз но наверно месяц назад сейчас у нас декабрь 8 декабря я где-то наверно месяц назад заправился у меня еще больше половины бака и не факт что он зимний тогда был потому что тогда погода еще вся плюсовая была так что за этих два фактора я переживал но ничего все нормально аккумулятор уже заряжается температура мотора уже 0 градусов прогревается все есть тогда пойду сейчас снег струшу и поедем дальше сегодня мы едем надо на пигу забрать заказ в магазин зайти купить овощей и фруктов так что еще на работу заехать провести одно или может два занятия если придут студенты студенты они такие не могут не прийти потом еще забрать посылку если ее отправят посылка кстати очень интересно интересно получение у меня руки же трусятся холодно получение посылки очень интересно я вам тоже все это засниму поэтому не переключайтесь оставайтесь мы едем дальше а снег такой он просто здесь лежит не пристал ничего просто лежит даже я думаю что если просто поехать то он просто весь улетит ну ну так чуть-чуть пройдемся пройдемся главное чтобы стекла все были чистые вот так сейчас это все прочистим и пойдем греться уже в салон и я уже говорил вот видно температура двигателя только 23 градуса машина работает я не знаю каких там минут десять даже меньше наверное и и в салоне уже тепло потому что электрическая печка вот минус 14 электрическая печка это прям круто прям круто тепло не надо долго ждать долго греть машину ждать пока машина прогреется пока откроется большой круг пока она начнет нормально греть салон она уже и греет салон вот это супер поэтому точно когда буду смотреть следующий автомобиль не знаю когда это будет я буду на это обращать внимание либо ну было хорошо если был свой паркинг обогреваемый тогда вообще проблем не было но если машину все-таки где-то оставлять на улице на несколько часов и потом возвращаться то электрическая печка тоже играет свою роль поэтому получается получается что в любом случае электрическая печка это хорошо ладно поехал итак первая наша . это пигу лт заберем посылочку мы конечно посмотрите какая невероятная зима это конечно что-то с чем-то все такое белое красивое вчера намерло снега он по примеру зал к веточками сегодня вообще очень очень красиво так все выглядит в магазине там приходишь берешь номерок пишите выбираешь какой тип заказа оплачен не оплачен берешь номерок и потом идешь ждешь куда тебя позовут и главное вспомнить еще какой номер заказа у тебя потому что у меня здесь несколько ну и как в обычном магазине тут кое-что повыставляли можно посмотреть пощупать но ничего интересного мы приехали только за тем что нам надо то что мы заказываем поэтому ждем свой номерок здесь ну а потом вот туда идти дальше забирать заказ а если что-то крупногабаритный то на складе и вот в таких вот автоматах брать номерок 191 нет не мой вот так позабирали заказики наши и сейчас поедем уже на работу а потом уже магазин таки я холодно конечно но зато красиво ну хоть что-то радует ладно заводимся и едем лично вот глупо ну и вот готовка к новому уходу вот так замечательная погодка минус 10 продолжается очень-очень холодно хорошо что в машине приехали мы на вокзал это автобусная автобусный вокзал здесь он там снизу это магазинники и снизу автобусный вокзал там видно автобусы стоять сейчас мы туда пойдем зачем мы пойдем забирать посылку но самое интересное я же не знал в литве оказывается есть такой сервис можно передавать посылки автобусами раньше мы как раньше мы договаривались с водителями там передать посылку еще что то чтобы водители передавали там им платили а сейчас это прям услуга которую ты можешь заказать также получить трек номер посылки отслеживать ее куда она приехала и по сути на сегодня это самый быстрый способ получения посылок потому что быстрее нет даже амнива ты оставляешь там почта мать или почта литвы ты оставляешь почта мать и они на сортировочный центр потом короче это день два занимает ну день как минимум а здесь автобусом передал приехал забрал на остановке и по сути день в день смотря сколько там ехать от одного места в другом вот здесь не человек 9 утра написал сейчас 12 я уже забираю посылку ладно пойду посмотрю как это все происходит найду где это вообще и покажу вам конечно а такой услуги не знал может вы тоже не знали поэтому можно и пользоваться вот нам туда прямо мы там зайдем заберем посылочки вот видите посылки написано и он багажа ну а это сам был зал там автобусы 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 и вот там автобусы 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 сейчас вот автобус на минск вот так выглядит евролайнс очень прикольный мы когда-то на фиксбассе ездили тоже очень очень это в аэропорт такие автобусы ходят не знает каждый 15 минут или каждый полчаса не ходят и обычный автобус самый обычный вот так посылки выгружать подъезжает автобус из него все выносит там передавал на сортировку и потом здесь сейчас я пойду забирать посылку пройдет он каких-то 10 минут и пойду забирать все посылочка забрали получение посылки ничем не отличается других сервисов также приходит из эмэска либо ждете я увидел что автобус приехал подождал еще после этого 10 минут подошел и сказал что в системе нет и но я говорю автобус приехал он такой час и системе посмотрю да точно автобус приехал посылки прислал он пошел взял посылочку всем не отдал впрочем отличный сервис можно пользоваться как как оказывается можно пользоваться ладно едем куда-то дальше тот только не на улице здесь очень холодно всем доброе утро у нас сегодня воскресенье знаете что меня удивляет что воскресенье в 930 очень мало людей даже в субботу в такое время когда это много рюна езжу людей намного больше сегодня как-то да вообще никого нет у нас там сегодня какое число там 12 декабря и какая-то такая странная ситуация очень очень мало машин прям чересчур я бы сказал мало отдыхают люди наверное готовятся ко всему к рождеству к новому году наверное вот так на страну и так купились мы фотобумаги взял разные глянцевые матовые и обычной бумаги на обычная здесь 120 грамм толщина 120 160 и это двухсотка вроде бы и 250 они 200 200 грамм это 250 листов будем их тестировать зачем расскажу вам а находимся мы сейчас возле старого рынка халис тургус вот так выглядит зимой у нас все красота конечно зимой все по замерзала и Субтитры сделал DimaTorzok